Всем привет, с вами Цердум, а это новая игра. Карл IV, король Чехии, император Священной Римской империи, правил долго и успешно. Империя, которую он стал править из Праги, расширилась, а его потаны жили в мире и процветании. Вся империя оскорбила по своему правителю после его смерти. Проводить его в последний путь собралось более 7000 человек. Наследником трона процветающей империи стал сын Карла, Вацлав IV, которого отец всю жизнь готовил к этому моменту. Но Вацлав не пошел по стопам своего отца. В государственных делах он предпочитал менее серьезные занятия. Он даже не явился на свою собственную коронацию императором, что не сильно помогло его отношениям с Папой Римским. Бездельный Вацлав не впечатлил и имперскую знать. Неурядицы с новым королем множились до тех пор, пока знать возмущенное бездельство своего правителя не стало искать поддержки у своего сводного брата, Венгерского короля Сигизмунда. Сигизмунд решил прибегнуть к радикальному решению. Он похитил короля и заставил его отречься от престола. А после этого воспользовался наступившим беспорядком, чтобы обеспечить себе больше власти. Он вторгся в богемию во главе большой армии и начал разорять земли, принадлежавшие сторонникам короля. Здесь и начинается моя история. Так, итак, игра называется Kingdom Come Deliverance, что можно перевести как Королевство Приходит Избавление, либо еще вариант в интернет-переводчике Королевство Твое Избавление. Да, так вот странно. Так, от Warhouse Studios, версия 1.2. Итак, новая игра. Вархаус. Начало 15 века было смутным временем в Священной Римской империи, еще недавно процветающей при императоре Корсеноле. Теперь же, когда на богемском троне сидит его безвольный сынок Ватцевов, она погружается в междоусобицу. Своей праздностью Ватцевов настроил против всех многих представителей немецкой и чешской знати, а также своего сводного брата, короля Венгрии Сигизмунда, который ради восстановления чего-то там. Да, скорочтение тут нужно. Ляпота. Зайка. Олени. Неплохое эконом. Серебряная скалица, 1403 год. Похоже. Камена лунная какая-то. Какой-то знатный мужик. Храни вас Бог, и вас тоже жарко сегодня, да? Ну, муженек, как дела? Неплохо. Я сегодня должен закончить. Куда запровостился Индра? Мне нужно послать его в город. Он всё ещё спал, когда я вышла на улицу. В это время... Вот, значит, голубая кровь. Вот что значит голубая кровь. Да нет, скорее всего, они вчера опять что-то праздновали. Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ-хэ. Вставай или я приду и подниму тебя сам. Ты слышал? Лучше не зли его. Живо поднимайся. Завтрак уже на столе. Стой, это ещё что? Опять за старая? Ох, Индра, сколько раз я тебе говорила про драки? А, да, это ерунда. Всего лишь царапина. Ты что, снова дрался на мечах, да? Молись, чтобы отец ничего не узнал. Ты прекрасно знаешь, как он к этому относится. Не волнуйся, это не то, что ты думаешь. Я просто оцарапался. Хм, ну что уж теперь. Только не беги ко мне жаловаться, когда тебя серьёзно поранят. А теперь давай вставай, шалопай. Шалопай бородатый уже. Да. Так, задание началось, нежданные гости. Посмотри, на кого ты похож. Что ты вообще делал прошлой ночи? Так, ага. Ага. Когда вы выберете один из двух вариантов на этом диалоге, вы по умолчанию выберете характеристики вашего персонажа. Так, не переживайте. Если они вас не устроят, в дальнейшем вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений. Так, силушки хочу богатырской. Я вчера в день работал в кузнице, а затем ещё помогал Фридсу и Матушу, так что я имею полное право выглядеть немного усталым. О! Так, но всё равно кажется, что ты что-то не договариваешь, и как-то сравни дать ля-ля-ля-ля-ля. С мечом, который недавно появился в городе. Связан с... Так, понятно. Так, красноречие, ловкость, выносливость, так, силушка богатырская. Да, я очень рад на мечах! Что такого? Какой от этого вред? Я хотя бы смогу постоять за себя! Господи, Индро, ты знаешь, что будет, когда об этом узнает отец! откуда и что будет? Я не делаю ничего плохого, я просто хочу научиться. Тогда не говори, что тебя не предупреждало, если он знает, не приходи ко мне за помощью, будешь объясняться с ним сам. Так... Так, будем хорошим мальчиком. Спасибо, Эндра, но у меня всё в порядке, лучше помоги отсутствовать с этим мечом. Так... Ага. Так, похоже, нужно питаться. Так, ну-ка, я голоден. Ты не дашь ничего? Твой завтрак на столе. О! Папа... Он не радует. Вчера ты обещал помочь закончить этот меч для пана Рацика. Он уже не так молод, и у него иногда болят ноги, он слишком гор, чтобы жаловаться. Ему нужна твоя помощь, Эндра. Я знаю. Не волнуйся, мама. Конечно, я помогу ему. Хорошо. Он всегда жалуется на боль в коллегах перед ненастьем. Надеюсь, на этот раз он ошибся. Сегодня такой погружий день. Так, ладно, закончить разговор, похоже, можно уже. Так, игра сохранена. Так, управление. Чувствительность мышки сильно. Чувствительно. Так, на столе завтрак. Сыр. Так... Моги английскую или русскую? Так... А как его кушать? Как его кушать? Так... Так, так, так... О! Сыр. Это краса. Вид на вас или нет, зависит от освещения, положения тела и вашей одежды. Слышно ли вас? Зависит от поверхности, по которой вы идёте, положение тела, Ну-ка, ещё раз мне... А чё, всё уже? Один раз только показываю. Ну, ё-моё, я даже прочитать до конца не успел. В общем, видите какие-то подсказки, сразу резко читайте. Потом непонятно, как их вызывать дальше. Это чё такое? Пылинки какие-то летают. На свету. Прикольно. Так, ладно. Так, ты не можешь задерживаться, нет времени. Так, я тут кнопочки всякие жму. Ага, модно. И английскую, и русскую. Это менюшечка с характеристиками со всякими, похоже. Так... Так, оружие. Ничего нет. Доспехи. Понятно тоже. Пища. Вот, пища. И как её есть? Для задания иное. Состояние. Так, интересно. А, во! Съесть! На У. На У, либо Е. Опять же, английская. Так... Так, а чё у меня с голодом? Где показания? Так... Угу, угу, угу. Игрок. Сила, ловкость, живучесть, скоростность, обаяние, заметность, скорость, шум, здоровье. А, вот, сытость 40. А сколько она может быть? Интересно. Так, максимальный 120. Ну, да, голодненькие. Необходимо есть и пить. Каждый ведь еды и питья насытит вас в той или иной мере. Мясо и местный продукт больше, фрукты напитки меньше. Ага. Если у вас есть время посидеть в корчме, вы можете поесть свежеприготовленного мяса. Вот так. Короче... Не сладко придётся чувствовать здесь, как настоящая жизнь. Так, ну что, наверное, можно кусочек-то съесть. Так, где тут я смотрел? Так, ладно, это всё мы пока пропустим. Так. Характеристики. Игрок. Сыр. Ага, вот, съесть. Чё, съел я или не съел? Непонятно. О, и ничего не происходит. Эй, кушать хочу. Как тебя съесть? Да. Так. Ну ладно, это понятно. Сейчас надо идти к концу, потом урок боя взять. Это всё понятно. Непонятно, как скушать сыра. Хочу сыра. Энергия минус три уже. Это, наверное, от голодухи. А-а-а, нет, это показатели пищи этой. Питательность десять, целебное действие ноль, энергия минус три. Энергия падает. Почему? Непонятно. Свежесть сто процентов. Так, стопроцентная свежесть, пока, наверное, не буду есть. Мало ли что. Дальше ожидает. Пока свеженький не буду. Так, ладно, понятно. Ну ладно, пойдём попробую с такой чувствительностью справиться, Мышкин. Так, 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 так. О, как чувствительно там. Так, не жуть. Так, Найи открыл дверь. Маман, привет. Так, ага. Теперь надо карту, карту, карту. На М английскую. Так, а где я нахожусь-то? Ух ты. Всё в тучах. Понятно, надо открывать карту будет. Так, мне нужно вот сюда идти к своему отцу. Это понятно. О, Ч-маркер. Ну-ка. Че-че-че-че-че. О, всё понятно. Поставил маркер. Теперь мне понятно направление. Отлично. О, я сейчас съел чего-нибудь. Он сам себе подсказывает. Отлично. А теперь надо вот сообразить, как съесть. Так, жмём. И... Пища. Кушать. Кушать хочу. Я съел или не съел? Это капец. Как тебе съесть? Как вот это убрать ерунду? Да. А, вот она. И вещи убираем. Съесть. Хочу съесть. Эй. Не естся. Ну, я не знаю, господа, что это глюк какой-то в игре. Чуть к голоду теперь помру, что ли. Снаряжено. Количество. Состояние. Вес. Цена. Снаряжено, да? Ну, снаряжено, жмут, всё равно ничего не происходит. Давай. Количество. Количество. Понятно. Понятно, как это съесть. Да, капец. Я кушать хочу. И чё? Беда, беда. Так, это что такое? Голод. Ну, голод. Понятно, голод. Голод. Понятно, голод. Как съесть-то чё-то? Вот чётко написано. Нужно нажать, потом баг. О, кавком. Выкинуть. Ага, сейчас выкинуть. Чё не хватало. Вкладки. Дааа. Неужели какая-то проблема в игре? Или я чё-то не понимаю? Это, походу, без разницы, что я тут выделяю. Ну, ешь давай. Короче, не работает. Приехали. Придётся голодненькому. Путешествовать. Ладно, пойдём. О, побежали. Ну, вот батя. Привет, батя. Бегу-бегу. Давай тут. Так, поговорить. Поговорить. Наконец-то встал. Уже хорошо. Ладно, у нас сегодня много, полно дел. Я заканчиваю работу над мечом для пана Рацига. Мне нужна твоя помощь. Какая именно? Я заканчиваю уголь с бегой на рынок и купи мешок углежёга. Для этого мне нужны гроши. Гроши. Это ещё одно поручение. Кунеш всё ещё должен мне за топор и молоток с гвоздями, которые я продал в месяц назад. Не говоря уже о его предыдущем долге. Скажи ему, чтобы он расплатился хотя бы за топор, молоток и гвозди, а затем купи на эти гроши уголь. Кунеш. Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда это он слышит. Это всё? Не совсем. У Камергера в замке есть крестовина для меча пана Рацига, на которую гравюры с савы и чего-то там. Ты хочешь, чтобы я забрал её хорошо? Гроши, уголь и крестовина. И пиво. По дороге домой, загляни в корчму, я знаю, ты всё равно туда зайдёшь, чтобы увидеться с этой своей девушкой. Но когда вернёшься домой, пиво должно быть ещё холодным. Её зовут Бланка. Ясно. Так вот, убедись, что Бланка налила мне холодного пива из погреба. Теперь беги, работа не ждёт. Так, одну задачу выполнили. Так. Большинство зданий можно выполнить разными способами. Красноречие. Поможет вам найти друзей. Неприметный человек сможет запросто избежать неприятно. А если вы не любите ходить вокруг да около, насилие тоже может стать решением. Так. В кодексе новая запись. Ну-ка, чё там? Ты не можешь задерживаться, нет времени. Ага. Вот так вот. Ладно. Так. И чё там? Карту посмотрим. Ага. О! Задание накидали. Так. Сперва нам нужно получить долг с Куниша. В замке крестовину нужно забрать. Так. Ого. Крестовина ближе, по идее. Сходим за крестовиной сперва. Попробуем. Так. Ну пошли. Попробуем. 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 Хорошо бы найти поесть. Только у меня есть, но не даёт что-то есть. О! Чё, пустите меня, ребята? Что это? Ага. Шиш. Шиш. Что такое? Не пускают. Значит, сперва всё-таки нужно сходить, похоже, к тому линчужке. Так. Где у нас он? Вот он где. Так. Чё, не ставится? Ну-ка. О! Всё. Пошли. Так. Чё, здесь нет? Не здесь. Где-то там. Так. Вы можете найти сведения задания в журнале. Кроме того, они также отображаются на картине. В компасе верхней части экрана. О! Ничего, я запыхался. Так. Ну давай побазарим. Здравствуй, Кунеш. Что тебе нужно? Отец прислал меня за грошами. Так. Без вариантов тут. Мой отец прислал меня за грошами, которые ты мне задолжал. Так. Заплати хотя бы за инструменты. Для начала. Ты знаешь, что должен отцу не только за инструменты, а гораздо больше. Если бы он пошёл в крест, то у тебя были бы неприятности. Так что заплати хотя бы часть. Ты знаешь, что должен отцу. Ну, не только... Так. Вот так вот, да? Ну, жёсткий чувак. Сейчас. Что с тобой будем делать? Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В средние века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, как люди к вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться, сталкиваться с вами, будут с большей готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчёт. Иногда вы можете положиться на то, что деньги всё скажут за вас. Вам всего лишь придётся расстаться с убедительной суммой. Подкуп людей работает так же, как и покупки. Смотреть статьи торговли и как торговаться. Так, понятно. Пропаганда коррупции. В особых случаях вы можете попробовать использовать иные навыки интро, такие как верховая езда. Думаю, здесь верховая езда мне не пригодится в данный момент. Так, важно не только манера убеждения, но и само предложение, потому что иногда недостаточно просто выбирать ответ согласно вашим наилучшим характеристикам. вы должны вчитываться в то, что интро собирается сказать. Вот так вот успеваете читать, короче, всё. так, ладно. Попробуем кузнецом припугнуть для начала. Здравствуйте. Я передам отцу, что ты отказался. Ты сам сможешь сказать ему то, что сказал мне. Так, отец его не пугает. Ладно. Иди сюда. Иди сюда. Пинчуга. О, умыться можно. Ну-ка давай-ка умоемся. Мой сбой, деда, чища не станешь. Тебе нужно посетить баги. Ха-ха-ха. Вот так вот, да? Так, ладно. Где у него топор тут? Украсть можно, да? Так, украсть не хочу пока. Чё тут интересно, пошарить можно? Так, людям не нравится, когда вы ходите там, где он не положено взять детей в дом. Сначала вас просто не придет, но если его поймают, например... Ага, не, закрываем нафиг. Так, короче, чувак. А, тут чё, без вариантов, что ли? Если не удалось договориться... Ещё раз с ним нельзя поговорить? Или там... Или морду там... Или морду там... О, вот так. На тебе, пьячуга. Рубящий сильный, медленный удар оружим. Хук сильный, медленный удар колоком в голову. Колющий быстрый, слабеющий удар оружим. Пинок внук от противника. Захватить цель, переключиться на следующую. Так... Ух ты, ё-моё. Ага. Если доспех не полный, да ещё и не прочь, то даром будут вас ранить. Если рана тяжелая, вас откроет скоротечение, что затем придет к смерти. Чем чаще... Чем меньше здоровья, тем меньше ваш максимум выносливости. Ага. Вы не можете атаковать со скрытых направлений. Противник. Это дедкатор того, сколько примерно здоровья осталось у вашего противника. Ага. Ну ладно. Давайте попробуем помахаться. Опа. Это что такое? Да, что-то с игрой не то, ребята. Что делать? Ну что делать? Придется прививаться, господа. Перезагрузиться, походу. Начать заново, потому что, похоже, не сохранилось-то ничего. Да. Первый блин комом называется. Всем спасибо за просмотр. Увидимся позднее.